итак всем привет ребята меня зовут соня это мой сын и и сегодня вы на моем канале и мы решили снять видео небольшого о разнице между обучение в русской школе и в американской если вам интересно оставайтесь с нами поехали итак тимофей начнем с того что тима у нас пошел в школу в первый класс в россии правильно тимофей до проучился там где-то полгода и затем мы переехали в америку и он уже учится здесь получилось так что 8 лет в россии мы учились в первом классе в семь восемь нам исполнилось а в америке 8 лет мы уже пошли во второй класс нет вот так вот и было 7 когда я учился в первом классе а потом в америке мне уже исполнилось 8 да и 8 лет здесь второй класс и сейчас тима я уже в третьем классе правильно итак расскажи тимофей как вы и на чем вообще ты ездишь в школу с утра как начинается твое утро во сколько ты просыпаешься что же я просыпаю в 6 20 это плохо да сколько у тебя начинаются уроки у меня начинаются уроки где-то ну в 7 я думаю 58 где-то так на самом деле в 7 50 у тебя начинают да и он не знает об этом забыл почему-то итак а в чем ты ездишь на чем ты ездишь в школу на школьном автобусе или же скулбасс на сколбассе да расскажи пожалуйста про скулбасс ты ему там можешь сидеть на любом месте или у тебя определенные на этом месте просто заходишь садишься куда хочешь скинг года на смешанные некоторые классы там самая взрослая школа самая вообще и награды это у нас как детский ну как это да да надо еще раз в этой третьей школы ну ладно эти подъездки шаг саткингерграден потом то есть вы все вместе элементарискул киндерграден и миддлскул ездите на одном автобусе да и еще конечно наш средний этаж он сам популярный я думала у Тимофея в школе сразу и учатся и киндерграден да и но они все элементарискул и миддлскул все эти люди размешаны по разным автобусам а понятно и постепенно собираются да постепенно собираются то есть у нас мы не очень удобно расположены то что Тимофей у нас его забирают уже в 7 утра и почти там 40 минут возят по нашему району и собирают остальных детей перед тем как привезти в школу правильно Тим? Да. Тимофей расскажи нам пожалуйста с чего начинается ваш день в школе? Расскажи правильно. Начинается все с мурнинг митинга то есть мы приходим и нам там доброе утро и т.д. в общем тогда это гимн и не статус америка и два нащины ангрибрад и уизбел инклибрии и джастис форал и потом то что то уже директор в общем получается что директор говорит какой-то гимн да клятву а потом еще что то дети повторяют все встают и повторяют правильно? Да еще вот так и делают и руку. Тимофей у вас каждый день разное расписание или каждые дни те же уроки? У нас как бы да разное расписание как я думаю и в остальных школах допустим обычно мы учимся там я думаю один урок или два а потом идем на какой-нибудь другой урок допустим по понеделику у нас испанский да это смешно я уже третий язык хочу потом в туалет у нас мужская я кстати абсолютно ненавижу среда это у нас библиотека четверка это у нас рисование или жизнь как вам удобнее и пятницу у нас правильный фан типа это переводится как веселье пятницы я не знаю ну и в общем у нас там физра да мы там бегаем играем да я обожаю физкультуру я уважаю только три дня я люблю пятницу я люблю четверг я люблю среду вторник и понедельник я просто терпеть не могу да и еще воскресенье расскажи пожалуйста у вас все уроки ведет одна учительница или какие-то уроки ну эти вторые уроки которые типа там два урока или один я уже не помню по-моему два урока и ты ешь на какой-то другой урок так вот две учительницы можно сказать то есть начало у тимофея очень есть основная учительница которая ведет у них такие предметы как writing, reading, math а остальные предметы например лизо, музыка, физкультура это все ведут другие учителя скажи пожалуйста у вас есть перемены в школе у нас ну вроде как нету то есть между уроками у них очень маленькие перемены там по пять минут и есть одна большая перемена да это мы идем кушать и потом гулять да они гуляют она где-то 20-25 минут по-моему да длится нет она где-то ну едим мы где-то до 12-15 а потом приходим где-то до 12-50 что-то такое и продолжают уроки дальше да 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 мне кажется это неплохая система но они еще во время уроков тоже делают перерывы то есть нет такого что они там час сидят а потом пять минут перерыва и они снова садятся то есть у них постоянно какая-то есть смена деятельности то они занимаются то они в группе занимаются а скажи пожалуйста у вас как парты стоят в кабинете вы как ну так как в российской школе разбросаны на самом деле у них да парты стоят не как в русской школе а по четыре человека они сидят да разбросаны как-то они у каждого есть свой стол они соединены в один квадрат скажи пожалуйста как ты считаешь где сложнее учиться в российской в русской школе или в американской я думаю в американский а вот ну и вообще конечно программа школьная здесь значительно более упрощена чем в россии то есть и здесь мы уже 12 лет да здесь они учатся 12 лет и по крайней мере я не знаю как про мидлску могу только судить в элементы риску здесь программа пока более простая чем в русской школе и поэтому нам приходится ходить на дополнительные занятия математикой у нас есть русскую математическую школу чтобы не так скажем терять те знания которые у нас уже есть да тимофей расскажи сколько у вас человек в классе 16 штук ну или 14 ну так обычно 14 приходит но вообще 16 еще тут есть такая особенность что каждый год классы меняют местами то есть не детей в классах каждый год меняют местами да ага в том году у тебя кто-то остался из прошлого класса из прошлого года да например лайджей джейдена несколько человек остались два два всего человека и тимофей остались в этом классе остальных распределили по двум другим классом правильно и всего получается сейчас у них три третьих класса да не четыре четыре третьих класса вот тимофей у нас еще пока не очень хорошо знает английский язык поэтому к нему приходит учительница и занимается с ним каждый день английским языком но немного не в дом а в школе она его забирает с уроков или к нему на уроки приходит правильно и занимается с ним по 20 где-то минут правильно по 20 минут в день где-то 7 месяцев такого прямо хождения в школу и тимофей стал более-менее что-то говорить по-английски и учитель yes и учительница говорит что он уже более увлечен на уроках и может общаться с детьми потому что мы приехали сюда с нулевыми знаниями английского там yes но вот и все что мы могли сказать ой расскажи пожалуйста вы еще играете на компьютере в школе да нам дали свои компьютеры да и допустим когда мы не ем на большой перемене гулять например на дождь или холодно очень да но в общем мы играем в компьютере или некоторые в какие-то другие игры играют жена еще пожалуйста про домашнее задание задают ли тебе домашнее задание ну их так немножечко домашнее задание задают достаточно мало и и я не знаю просто по сравнению с тем как мы в россии учили уроки там по два-три часа в день каждый раз да это мне очень нервничало да тима очень нервничала психовала здесь практически нет домашнего задания и меня это немного волнует я не знаю как правильно где та грань тонкая чтобы дети не совсем не ненавидели школу сколько им нужно задавать чтобы они были супер веселые но при этом что-то знали и делали ну что ж ребята а на этом у нас все если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи раз два три пока а 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 п а а Субтитры создавал DimaTorzok